АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В данном контексте нами принято решение учредить Министерство инвестиций Кыргызской Республики, работа которого заключается в обеспечении надлежащих условий и представлении гарантий для иностранных инвесторов. Хотелось бы подчеркнуть имеющуюся либеральную законодательную базу в отношении инвестиционной деятельности и защиты прав иностранных инвесторов, представляющую ряд переференций и стимулов в различных секторах экономики. АПЛОДИСМЕНТЫ Наряду с этим в настоящее время прорабатывается ряд законопроектов, направленных на упрощение процедур подготовки, рассмотрения и реализации инвестиционных проектов в нашей стране. Кыргызская Республика является получателем преференций ВСП+, которые в совокупности дают право осуществлять беспошлиный ввоз более 6 тысяч наименований товаров в страны Европейского Союза. Кроме того, членство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе открывает большие возможности по экспорту продукции на многомиллионный рынок государств-членов ЕАЭС на привилегированных условиях. Ряд инвестиционных преимуществ, имеющихся у Кыргызстана, таких как доступная квалифицированная рабочая сила, доступные энергоресурсы, либеральное инвестиционное законодательство и налогоблажение, создают благоприятные условия для привлечения инвестиций в страну. Дорогие друзья, для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества между бизнес-кругами Кыргызстана и Туркмельстана имеется множество различных направлений и возможностей. Мы заинтересованы в обмене опытом и привлечении на кыргызский рынок предприятий Туркмельстана, работающих в нефтехимической, газовой промышленности, электроэнергетике, принимая во внимание темпы развития легкой промышленности в Кыргызской республике. Считаю перспективным и приоритетным развитие взаимодействия в данном направлении. Призываем туркменских промышленников открывать предприятия в нашей стране и обмениваться опытом с местными бизнесменами. Как вы знаете, одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности в Кыргызской республике является развитие возобновляемых источников энергии. Кыргызстан, как страна высокогорья с множеством рек, имеет огромный потенциал в данной области, что также открывает большие перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Помимо этого, считаем важным акцентировать внимание на дальнейшем развитии туристического потенциала наших стран. Вопросы совместного взаимодействия в сфере и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры сегодня, как никогда, являются актуальными областями. Полагаю, также важно использовать имеющийся транспортно-транзитный потенциал наших стран. И в этом контексте видится перспективным созданием совместной кыргызско-туркменской логистической компании, которая будет способствовать продвижению экспорта кыргызских и туркменских товаров на мировые рынки. Уважаемые дамы и господа, как глава государства, выступающий за динамичное, стабильное и устойчивое развитие своей страны, призываю туркменские деловые круги рассматривать Кыргызскую республику как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству и соуместной реализации крупных инвестиционных проектов. В завершение своего выступления еще раз выражаю всем присутствующим свою признательность, желаю вам всем плодотворного партнерства, а также крепкого здоровья, успехов и благополучия. Благодарю за внимание.